Новый проблемный по подготовке к зиме город появился на северо-западе края. В Славгороде уже была первая авария на 38-й котельной из-за перепада напряжения. Сейчас там завершают ремонт второго котла из двух. Оба зайдут в зиму, но по сенью властей не исчезают. Они у нас в работе, в пиковые температуры низкие. Это декамбрь и январь. То есть, соответственно, как резерв у этой котельной нет дополнительного котла. Уже который год Славгород не в состоянии самостоятельно подготовиться к зиме. В этом сезоне регион выделил ему 173 миллиона рублей. Часть этой суммы пошла на покупку угля. Эта статья расходов у города – самая значимая в общей задолженности края за топливо. Задолженность за уголь у нас выросла почти на 20% или на 116 миллионов рублей. Основной вклад в рост задолженности внес в муниципальный округ города Славгород. Из 116 миллионов в рост, 113 миллионов рублей приходится именно на данное муниципальное образование. В целом, запас угля на котельных Алтайского края – 587 тысяч тонн, при нормативе – в 102 тысячи. Запущенный несколько лет назад механизм формирования в районах резервного запаса топлива работает сам, признают власти. Но без точечного внимания не обойтись. В Яровом продолжают техническое перевооружение ТЭЦ. Скоро там запустят новый восьмой котел. Этот котел будет основным. То есть он будет ТЭЦ. Уже в этом сезоне он подхватит работу. Да, да, да. И в планах предприятия котлы-агрегаты 9-й и 10-й уже выводить в ремонты не так, как они ранее делали с июня или с мая, когда завершался отопительный сезон. А это можно будет делать уже в течение зимы. То есть можно будет в феврале, в январе начинать ремонт, капитальный ремонт 9-го котла-агрегата. К 15 ноября все районы должны иметь паспорта готовности. Сейчас их получили 27 муниципальных образований. Сел готовых к зиме больше. И это еще один аспект проблемы, считает губернатор. Просматривается, что главы муниципальных районов хотят как бы спрятаться за глав сельсоветов и сказать, что это не мой вопрос, это вот чей-то вопрос. Такого не будет. Я задачу ставлю, что единый подход должен быть. Практически все районы получают на один район один паспорт. Это нормально. А в СГК оптимистично трактуют рост числа повреждений во время летнего ремонтного сезона в Барнауле и Рубцовске. Это происходило в том числе из-за испытаний с повышенным давлением. Мы надеемся, что вот эти испытания, которые привели к тому, что мы увеличили количество повреждений при испытаниях, приведет к тому, что в УЗП количество повреждений должно снизиться. То, что мы наблюдаем в Биске, снижение, это объясняется тем, что у нас была высокая база, когда мы забрали по консессии сети. В общем-то мы вернулись к показателю 2021 года. В этом году в отрасль инвестировали больше 2 миллиардов рублей, что более чем в два раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщили в правительстве. А в рамках инфраструктурного меню в сферу ЖКХ привлекли больше 3 миллиардов рублей. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.